На фоне такой эпидобстановки работы у наших медиков немало. Героиня следующего репортажа Юлия Юрченко, представитель династии медиков. Сегодня она заведующая Георгиевской амбулаторией. Но распространение вируса внесло коррективы и в ее работу. С медиком пообщались мои коллеги. Ночью спите, не кашляй. Сплю. Три дня уже сплю. Две недели спала. Обязательный утренний обход с этого начинается каждый день Юлии Юрченко. Доктор заходит в каждую палату отделения и общается с пациентами. Узнает о состоянии здоровья и принимали ли назначенные препараты. В связи с эпидобстановкой Юлию Александровну временно перевели в Лутугинский стационар. Здесь получают лечение больные пневмонией. Работает там, где 15 лет назад начинала свой трудовой путь. Только тогда первый прием пациентов был в местной поликлинике. Я растерялась. Не знаю, больные же приходят, начинаешь спрашивать. А потом к концу приема давление померяешь, послушаешь, жалобы спросишь. И так уже втянулось. Конечно, первый день был самый тяжелый. Трудность. Растерялась. Не в панике. Не знаю, что делать. В школьные годы о выборе профессии даже не задумывалось. Юлия Александровна с детских лет связана с медициной. В этой сфере работал ее прадед, бабушка и мама. Я все время с мамой была на работе. Помню, и давление меряла, училась. И печати ставила, штампы помогала. Ну, как бы интересно было это все. Одним из сложных в работе врача является определение диагноза. От этого зависит дальнейшее лечение пациента и его состояние. Терапевт признается, что труднее всего работать с пожилыми людьми. У них много сопутствующих заболеваний и в дальнейшем возможны осложнения. Симптоматика разная. И атипичные бывают случаи такие, что даже и подумать не можешь. А с опытом оно все приходит. Работаешь, набираешься. Несмотря на все трудности, Юлия Юрченко любит свою работу. Более 10 лет работает терапевтом, а после событий 2014-го стала заведующей Георгиевской амбулаторией. Анастасия Илющенко, Алена Бакуменко, Владислав Полянский, Вести, Луганск, 24.